Проблемы импортозамещения в сфере здравоохранения и пути их решения обсудят на Всероссийском форуме «Здоровье нации. Основа процветания России». Как сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации, он пройдет в Москве с 11 по 13 мая 2022 года. В обсуждении антикризисных стратегий примут участие крупнейшие компании отрасли, медицинские вузы, ведомства и врачи. Главной темой предстоящего форума станет сохранение и укрепление здоровья населения. В рамках форума по традиции пройдут профильные конференции ведомств, круглые столы семинары и различные презентации. На мероприятии впервые представят оздоровительную карту России. Кроме того, будет организован конкурс на лучшие проекты в сфере охраны здоровья и формирования здорового образа жизни, пройдет выставка «Здоровье для всех» и многое другое. Всероссийский форум «Здоровье нации. Основа процветания России» проводится ежегодно. На этот раз на повестке перспективы реализации национальных проектов, импортозамещения и социальная поддержка. Не секрет, что в настоящее время проблема нехватки или отсутствия необходимых лекарств, медицинских изделий и оборудования является крайне чувствительной для россиян. Дефицит в этой области сказывается на благополучии и качестве жизни граждан, хотя зачастую создается неоправданным ажиотажем и отсутствием необходимой информации. Форум поможет найти ответы на вопросы, волнующие сегодня многих. В открытии и мероприятиях форума примут участие президент Лиги здоровья нации, председатель Оргкомитета форума, академик Ран Лео Бакерия. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Заместитель министра здравоохранения России Олег Сологай и другие официальные лица. Для большинства посетителей форум станет площадкой неформального общения людей, выступающих за здоровый образ жизни, ответственное отношение к своему здоровью, активный отдых и спорт. Соорганизаторами форума выступают Общероссийская общественная организация Лига здоровья нации и Министерство здравоохранения РФ. Еще больше интересного с сайта смотрим в нашем Телеграм-канале Яндекс.Дзен, новости сайта Вести на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Телеграм.